Назад экологи обнаружили в Жуковке, в районе улицы Некрасово, что дальше от нас, экологическое бедствие. Целое небольшое озеро, заваленное сталыми шпарами и каким-то составом, то ли гудрон, то ли криозот, как видите, еще шины стали накиданные. Обращались тогда во все советские информации. Рукоратуру обращались. Поступила информация, что как бы чиновники нашли это озеро. Ну как вы не знаете, видите дома, улица Некрасова. Видите там, впереди спутыва бухшая. Все близко, все видно, но они найти не смогли. И что мы видим? Год прошел, и опять то же самое. Гудрон, вон, проваливаются собаки даже. Очень тонкий слой, под которым грязная вода, шпалы, можно потеряться в этом месте. Специфический нефтяной запах остается. Такая ситуация там дальше другой яме. То же самое. Куча шпар, гудрон везде уходит. Тут надо серьезно, видимо, рекультивация, но я никто не проводит. Вот, опять же, шпары накидываю, опять гудрон ставить. То есть, большая ружья или маленькое озеро, залито гудроном полностью. А в ней плавают старые шпалы. Нехорошая кровичка ситуация здесь складывается. Все, шпалы. Никто их не культивировал, не вывез, не жег, ничего не сделал. А как-то место найти просто. Идем по тропинке, выходим на старую железную дорогу промышленного значения. Чуть дальше ветка жука-клетня. А дальше улица Некрасова. Въезд в Жуковку. Найти не представляет возможности. То ищет, то всегда найдет. На данный момент здесь куча мусора. Чуть дальше. А также водоем с непонятной этой консистенцией. Сейчас мы парка зацепим, но она будет тянуться, как липучка. Вот такая ужасная вещь нашей. Жуки-чиновники, не следят за экологией. И с года в год приходят в одни и те же сварки, потому что контейнеров в мусорном городе нет. А одни и те же гудроновые озера, которые в пары топятся в большом количестве. Вот такая консистенция. Подойдем с ними фабрии. Видите, выходит нефтяные какие-то пятна под коркой. Наступать опасно, можно сосать. Вот такой ужас жуки. Озера черной жидкости. Вот старый такой же объект. Чуть правее, чуть поменьше. Тоже весь гудроном и шпары валяются. Здесь мы кирпич кинем, глянем, что получится. Кидаем кирпич. Отскакивает что-то. Вот, деревяшку кинем сейчас. Жесткая корка сверху. Сейчас попробуем пробить корку, глянем, что внутри. Видите, что получается? Мы видим, что территория залита непонятно чем. Ну, даже не вода. Видите, не вода, а какая-то нефть. Гудрон, непонятно какая, зод может. Вот такая, видите, тягучая консистенция. Здесь подобная какая-то жидкость. Давайте, закинем парку, я нашу поручиться. Парка засасывается, этот гудрон, как в болото. Не проваливается сразу, а засасывается понемножку. Ну что ж, уходим отсюда, делать нечего. А дальше я от озера. Приходим, только эта сварка для обработки. Много древесины, пероматериалов старых. То есть, что год назад снимали, никто не культивировал, не вывез, сварка крыжа, в этом вся Жуковка. Никто ничего не делает. Картейнов мусорных с 2011 года нет, поэтому жители вывозят такие мусор сюда, чуть подальше от города, в промзону, между улицами Некрасова и СПТУ, которые там находятся. Мосты такие большие стали, чтобы в том году приезжали, ничего не изменилось. Вот эти сварки никакой не делись. Вон, в тебя дом пускать нельзя, все испачкаешь. Вот такие мусорки везде. Ничего не изменилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...